Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Одно из самых авторитетных объединений Петропавловска – это городской совет ветеранов. Власти поддерживают их инициативу и прислушиваются к их мнению. И сегодня у нас в гостях Екатерина Дмитриевна Ильина. Это активист ветеранского движения. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы сначала, с самого-самого начала услышать, откуда вы родом, где вы родились и про вашу юность. Да, есть чем рассказать. Как говорит, я жизнь свою, как книгу перелистываю. Давным-давно прошедшая с мыслью, вот шелестят страницы, мелькают чьи-то лица. Действительно, я разделась на севере Урала, в Пермской области, до, за полгода до начала войны. Отец мой сразу ушел на фронт, моя мама осталась с тремя детьми. Это трудное, тяжелое было время. Все трое было малолетки. Ну, как-то тянулись, жили. Затем, после войны, мама второй раз вышла замуж, и еще у нас появилось шестеро детей. Моя мама, героиня, имела девять детей. Четыре брата и пять сестер. Вы знаете, время было трудное, но была тяга к учебе. Жили трудно, одеваться нечего. Мне кажется, мы только к 50-м году на Урале увидели белый хлеб. Так как у нас пшеница не так растет хорошо, а в основном рожь, овес, и поэтому черный хлеб был деликатес. Но время прошло. Пошли мы в школу, нечего было одеть, но как-то старались. В нашем семье бывало шесть детей сразу идут в школу. Представляете, в наше время мы двух не можем одеть. А в то время, ну, как-то учились. Книг в доме было мало. Мы пользовались только в школе-библиотеке. Средняя школа. Ну, очередь была за книгами, поэтому рано начали читать, интересоваться. Я в свое время, наверное, то, что такая семья была всегда активной. Вначале в пионерской организации, затем в комсомольской. Мы всегда были в передовых, чем-то занимались. Тогда же телевидения не было. Радио нам провели только в 55-м году. Представляете, все мы читали. Слушали учителей, сами учащие. У нас и самодеятельность, концерт, спортом занимались. Участвовали в различных соревнованиях. Все это на уровне, как сказать, нашего села, в район мы ездили. Но было очень интересно. Но время бежит, подошло. Потихоньку стали подрастать. Я закончила 8 классов. Трудно в семье. И решила все-таки уехать. И приехала в Казахстан в 58-м году в Мамлютку. Почему в Казахстан? А почему в Казахстан гремела тогда Целина? Мы много ставили концертов, пели песни о Целине. И я приехала в Казахстан, в Мамлютке у меня жила тетя. Ну, мне 17 лет. На работу не берут. Ну, как-то потихоньку знакомые устроились на завод. Мамлютский ремонтный завод. Ну, кем может 17-летняя девушка? Только принеси, подай. Посмотрела 9 месяцев? Нет, надо учиться. Но даже этот год не прошел даром. Училась в вечерней школе в 9-м. Спортом занималась. Я лыжница, баскетболистка. Даже не было зала. Примитивно, но все время занимались. И затем я решила в педучилище. Я давно решила, буду педагогом. Потому что смотрела, как они учат и все. Приехала в педучилище. 59-й год. На одно место 9 человек. Ну, я поступила. Поступила, проучилась. Полгода. Думаю, у меня 9 классов. Все с 7. Уйду. Год закончу в институт. Директор, умница был. Залманов Елеопалович знаменитый. Учитель. Хороший организатор. Он меня пригласил и говорит, ну что ж, полгода давайте. И перевел меня на второй курс. Можете представить? Потому что трудно. 14 рублей стипендия. У родителей еще 8 ртов там. Куда? Я на втором курсе. И уже где-то к концу первого года меня избирают секретарем комсомольской организации. С этого началась ваша комсомольская жизнь. Это комсомольская жизнь. И знаете, не просто вот сейчас говорят, комсомол, пионер. Активный. Все на общественных началах. Было столько самостоятельно. Педучилище. Одно из лучших было не только в области, в республике. Мы получали профессию учитель начальных классов и воспитатель детского сада. Кроме того, мы еще придумали, осваивали общественную профессию лектора и начало журналистики. Наш опыт был одобрен республикой. У меня есть диплом за то, что предучилище, а сейчас смежное провести. Мы уже на третьем, на четвертом курсе выезжали, выступали с лекциями, с различными. Знаете, село же. Я помню первые выборы в 59-м году. Меня избрали в избирательную комиссию от комсомола. Безграмотных много было. Придут доченька, расписываться не умеем и читаем. Поэтому тяга большим знанием. В педучилище была интересная жизнь. Во-первых, был хор хороший, были спортивные достижения, хорошая команда баскетболистов, лыжников. Я сама лыжница второй разряд имею, баскетболистка по росту положена. Выезжали на различные, участвовали в уборке урожая. Месяц, полтора, осенью обязательно. Субботники, различные факельные шествия. Кроме того, педучилище до того времени принимало много замечательных писателей. У нас была встреча с Абитом Мукановым, Габитом Мусыреповым, Шуховым. Я Шуховым последствия несколько раз сопровождала в университете. Но тогда местные, Шестериков, Одерихин были. И все это у нас встречи. Какие были диспуты. Какие интересные мы книги обсуждали. И все это комсомол. Мы всегда были заняты. Но время бежит, я закончила. Думаю, в село. Куда поехали? Мамлютку. Директор говорит, знаете, мы хотим вас оставить. Еще возглавляйте комсомольскую организацию. Ну, что читать? Ну, историю дадим, вроде бы. То есть вы стали преподавателем? Да, меня стали преподавать. Мне 18. Там чуть поменьше. Ну, тяжело было. Ну, в основном на комсомольской работе. Там часов несколько. Я проработала три года. Сразу же поступила в институт. Закончила. И думаю, хватит. Тоже в колхоз, меня, куда. Ну, молодые. И я перехожу на работу в среднюю школу номер два заместителем директора. Сразу? Сразу, да. А почему? Когда я училась в педучилище, в 62-м году меня избрали делегатом 14 съезда комсомола. В Москву. Представляете, с такого села и мы попадаем. Возглавлял нашу организацию, сейчас небезызвестный почетный граждан области, Искаков. Он был у нас руководителем, первый секретарь обкома комсомола. Конечно, на съезде впервые я увидела Юрия Гагарин в президиуме, Герман Титов. Много представителей, руководителей братских стран. Фидель Кастро был. Какие ощущения были? Просто не передать. Вы знаете, у нас и одежды тогда толком не было, но прежде всего нам предоставили гум знаменитый. Мы там выбрали себе платьица такие все хорошие, чтобы одеться, есть фотографии. И тогда нашу делегацию именно принимали как целинники. 62-й год, но еще целина гремела. И поэтому много было интересных встреч. Там впервые я увидела Пахмуту, артиста, Жаботинский знаменитый спортсмен. Встречи различные. Очень интересно. И когда мы приехали, у нас делегация небольшая была, областная, то мы везде выступали. Ну, представляете, все-таки мы еще молодые, перед комсомольцами. Не только в учебных заведях, но даже и на предприятиях нас приглашали. Телевидения не было, никто не знал. Не тот, так воочию сильно не видел Гагарина, Титова, того же Фиделя Кастро, хотя распевали. Это очень приятно. И поэтому мы полгода почти ездили в различные организации, выступали. И нужно сказать, в связи с тем, что я приехала, через полгода меня принимают в партию. Ну, а директор средней второй школы была коммунист, ярый такой. Сейчас таких нет, и партия уже не стала. И она говорит, у меня нет истории, но я вам дам. И приглашает меня на работу. Я три года. Ну, два года поработала, снова приглашение на партийную работу. Я не соглашалась, потому что осваивали. Ну, так уже случилось. В школе у нас тоже. Средняя школа вторая, это была в авангарде в то время. Тысячу шестьсот участников. И когда я два года назад пришла в школу и узнаю пятьсот участников, просто, как говорят, теряешь разочарование. Было интересно. Комсомольская организация большая. Я зауч была, историю вела. И кроме того, все мы на общественном начале, я вела секцию баскетболистов. Никто же не платил. У нас математик была, помню, Марина. Она тоже баскетболистка. Вела одну секцию, я вторую. Был самодеятельный раз. На уборках. Все время участвовали в субботе. Очень интересно было. Затем я перешла в городской, в горком партии работала. Сначала инструктором, заведующим, потом секретарем райкома партии Куйбышевска. Затем заведующим сектором общего дела в областном комитете партии. В основном, основная жизнь прошла вот в этих органах. Ну, тоже было интересно. Много встреч. Вот впервые, в 1978 году, я поехала на утверждение секретарем райкома партии. Тогда уже в аппарате работал Назарбаев, наш президент, видели. Учились мы на курсы, многие руководители. Вообще интересная работа была. И когда пришла в горком партии, я была в пропаганде. Тоже работали в основном с молодежью. Ну, время бежит, время подошло, и вдруг я на пенсии. Но я всегда говорю, не говори, что мир печален. Не говори, что трудно стало жить. Сумеешь ли средь жизненных развалин работать, верить и любить. И после такой активной работы распалась коммунистическая партия, мы без работ. Я перехожу на работу по своей специальности, институту совершенства учителей. И стала заведующей кабинетом издательской деятельности. Время трудное. Но мы впервые там выпустили книжечку, собрали материал о Жумабаеве. Там тоже интересная работа была. И там я проработала 6 лет, оттуда ушла, как говорят, на заслуженный отдых. Я думаю, заслуживает. Ну вот, время подошло на пенсию. И, как говорят, трагедия старости не в том, что мы стареем, а в том, что мы по-прежнему душой молоды. Ну, кто-то дома ограживается. Мы не ограничились этой. И меня пригласили в областной совет ветеранов. Предложили комиссию по культурно-массовой работе. В этом году исполняется 30 лет ветеранскому движению. Скажите, какие вопросы вы решаете на сегодняшний день? Да, время незаметно прошло, и вот мы на пенсии. Ну, обычно деваться некуда. Меня пригласили в областной совет ветеранов. Только начало. Мы молодые ветераны, вы знаете, а там уже преклонного возраста были. Ну, мы и там не растерялись. Это было начало 90-х. Трудное время все. Но и мы здесь себя нашли. И незаметно в этом году исполняется 30 лет ветеранскому движению. И я почти 20 лет ветеранскому движению. Сначала возглавляла в областном совете ветеранов комиссию по культурно-массовой работе и спорту. Сейчас 7 лет в городском совете ветеран. Какие мы решаем вопросы? Во-первых, задача нашей комиссии – привлечь как можно больше ветеранов. Ведь мы работаем активно. Я всегда говорю, если человек активен в молодости, найдет себе занятие и в старости. И поэтому эта комиссия старается больше привлечь ветеранов. Чем мы занимаемся? Мы рассматриваем различные вопросы. Бываем в первичных ветеранских организациях, хотим им помочь, чем они занимаются и так далее. В городе на сегодня 40 тысяч ветеранов. 20 тысяч из них только в первичных ветеранских организациях. Вы можете задать вопрос, а где же остальные? А остальные организации распались, и мы их называем бесхозные. Поэтому городской совет ветеранов старается как можно больше создать первичных организаций. На сегодня их уже 190. И привлечь этих ветеранов чем-то занять. А наша комиссия приглашает на различные мероприятия. Мы обсуждаем послания президента. Вот сейчас только мы все обсудили статью президента о нашем будущем культурном наследии. Это очень интересно. Различные вопросы. Кроме того, мы бываем в музеях, в нашем историческом музее. Дальше в комплексе Аблайхана, в местных, в музее УВД. Мы посещаем спектакли в драматическом театре, в казахском. И я как председатель стараюсь как-то ветеранов, чтобы не все платили деньги, а чтобы их приглашали. Потому что многие получают минимальную пенсию. И даже тысяча, билет стоит, это тяжело. Поэтому мы стараемся и находим общий язык. Вот недавно побывали в ботаническом саду, тоже к нами. Вы все вместе ходите? Все вместе, человек 20. Не только комиссия. Наша задача ведь не только комиссия, а чтобы привлечь. Вот сейчас у меня в комиссии 16 человек. Это люди различных профессий. Педагоги, библиотеки, есть промышленных предприятий, ну и бывшие, партийные, советские, которые могут выступить. Мы бываем в учебных заведениях, чаще всего в школах. Выступаем по первому дню президента, посланиях. Я вхожу еще, можно сказать, в группу лекторов при департаменте внутренней политики. О чем вы говорите? Интересно. Вот что вы, вы разъясняете молодежи вашу позицию или что-то? Нет, мы разъясняем свою позицию и хотим услышать от них некоторые вопросы. И стараемся показать, как мы думаем, как мы живем со временем. Мы говорим, что пенсия маленькая, вот что надо. Мы знаем очень хорошо, мы отметили только что 25-летие независимости нашей страны. Хотим показать, что был Казахстан. Я как историк могу в будущем и сейчас рассказать. И говорят, молодежь не слушай. Нет, мне вот за последнее время пришлось в 5-й, в 43-й, в 10-й школе. Мы совсем недавно в ноябре побывали в женской колонии. Я выступала по первому дню президента. Вы знаете, человек 200 в зале с удовольствием слушает. Как, что у нас, как экономика развивается. Вы увидели обратную связь? Да, вопросы задавали. Как вы считаете? Как-то про Назарбаев много вопросов. И, конечно, мы стараемся найти, за что они получили срок. Мы их призываем, что вот время подходит. Вы сегодня-завтра освободитесь, должны себя найти где-то. Наша задача в этом. Мы не только... Мы привезли книги. У меня, допустим, дома большая библиотека. И мы эти книги сейчас дарим и в женскую колонию, и в дом Смирнова инвалидов возим. Что положено. Когда формируется военный институт, в свое время мы тоже книги им давали. То есть есть нам что сказать. И потом наши ветераны прошли ведь нелегкую жизнь. Вспомните, закончилась война, вы все молодые. Мы это прожили. И вот мы рассказываем, что мы в школу ходили полуголодные. Что всегда было трудно. Очень трудно, но мы выживали. Я в свое время побывала во многих странах. Во Вьетнаме была, на Кубе. Все соц. страны почти проехали. Вы знаете, мы никогда не говорили, мы из Казахстана, откуда из Советского Союза. Это о чем говорит? А сейчас Казахстан знает во всем мире. Мы это подчеркиваем. Мы это рассказываем, мы об этом слушаем. И с удовольствием ученики слушают, как мы побывали, как нас воспринимали. Скажите, пожалуйста, а в ваше ветеранское движение как можно попасть? И с удовольствием ли некоторые пенсионеры приходят? Да, с удовольствием приходят. Некоторые даже звонят, увидят, допустим, где-то мы все. И попасть очень просто. Проходит городской совет ветеранов. При городском совете ветеранов работает 4 комиссии. Значит, культурно-массовый и спорту. Комиссия медицинская, по-социальным и методическое, которые обобщают. И у кого наклонности есть. Если кто хорошо владеет пером, все, ее методическо обобщить, показать все. У вас там все четко, я смотрю. Четко. Ну вот возьмите медицинскую комиссию, возглавляет бывший главный врач. Ну о чем это говорит? Они вот посмотрели поликлиники, потому что плохо с медицинской, и очень дорого. Они посмотрели, как обслуживают, что где направят. Потом мы проводим круглые столы. Круглые столы какие для ветеранов? Медицинская служит, социальное страхование. Вот сейчас надо показать, как они. Вот вы будете, мы не будем. Дальше коммунальное, слушай, налоговое к нам приходит. Вот даже умер один из ветеран, один остался. Как оформить дом, дачу? Это же проблема. Кругом деньги с нас берут. И вот мы показываем, как. Приглашаем специалистов в департамент городского, областного. И не выясняй. И ветераны, хотим туда-то. Любую выбирайте комиссию. И поэтому, вот наша, она культурно-массовая спортивная. Мы проводим спортивные соревнования. Ну, для возраста какие? Шахматы, шашки. Участников, я думаю, ну кто придет? Полон стол. 50 с лишним человек. Кубки мы выдаем, все. И все это организуют. Поэтому ветераны с удовольствием. Проблем ведь много. И самое главное, в последнее время, есть разобщенность ветеранных. Почему? Одни получают максимально 89-94. В пенсии разобщения, да? В пенсии. Многие недовольны. Вот смотрите, до 36-го года ветераны получают, называется, за работу в тылу. Родился 31 декабря, а я первый, наверное, 37-й. И вот они приходят. Что за один день вы мне не даете? Ну, есть закон, и никак. Поэтому трудно. Ну, еще можно сказать, что городской совет ветеранов обращает большое внимание. При городском совете ветеранов работает комиссия по бедности. Мы не любим ее, но помогаем. Вот у меня члены комиссии трое получают минимально. По 10 тысяч дали. Это тоже хорошо. Второе. Все, кто минимальную пенсию получает, проживает один на одиноких. Половина ветеранов остаются одни. Друг другу помогают. Да, обязательно. И здесь мы идем навстречу Саре Коралловне, председатель ветеранской организации, комиссии. Кому мы иногда просим. Видим, что человеку трудно. Заявление пишем в связи с чем, с болезнью. Бывает что такое. Всегда помогаем. Об этом надо сказать прямо. И второе. Сами ветераны. Ведь есть ветераны 80 и есть 58. У некоторых дачи мы стараемся. Одежду передаем. Вот некоторые не могут. Сапожки даже, там курточку. С удовольствием. Не так, не навязчиво. И вот это нас как бы обогащит. И соберемся что-то обсуждать. Мы частые гости в областной библиотеке имени Сабита Мукана. Посещаем выставки, участвуем в диспутах, презентации различных книг. Вот в ноябре я провела презентацию книгу небезызвестного Корелы Мукановича Муканова, который долгое время работал заведующий, замзаведующий Аблано, написал книгу об образовании Северо-Казахстанской области. Начиная с 17-го, очень интересно. Мы провели в институте Орлео, много было народу, с удовольствием вспоминали, кто, когда пришел. Это очень замечательно. Дальше. Ветераны не встают. Сейчас век компьютера. Мы также на бесплатной основе, подчеркиваю, на бесплатной, организовали двухнедельные курсы компьютер. И спасибо сказать директору областной библиотеки, мне Сабита Мукановна предоставила. Мы в основном изучили. Кто не понимает, пожалуйста, приходи там еще по работе. И большинство ветеранов, мобильный телефон, но есть скептики, которые безразличны, но без этого же никак не обойдешься. Поэтому мы вот освоили это и владеем. Скажите, пожалуйста, с молодежью вы как-то связаны? Обязательно. Значит, наша задача не только сидеть, и особенно вот сейчас надо перед молодежью выступать. Раньше много выступали участники Великой Отечественной. Их осталось мало. На сегодня сто. Когда я в 66-м году пришла в городской, в горком партии, знаете, сколько ветеранов? От театра до парка вот такая была колонна. Больше 10 тысяч. Сейчас осталось 100 в городе, в области 200. Конечно, им есть что рассказать. Но у нас много тружеников тыла, где-то 5 тысяч. А вы знаете, тыл ковал победу на фронтах. И поэтому труженики тола, как они переживали, очень интересно слушать. Спичек не было, как они со свечкой весь дом. Все. И поэтому мы среди молодежи в учебных заведениях выступаем, стараемся рассказать, поделиться с ним, где мы бывали, что видели. Екатерина Дмитриевна, вас очень интересно слушать. Вы такой замечательный собеседник. Хотелось бы от вас еще в конце нашей программы услышать какое-то напутствие нам. Я думаю так, пройден путь немалый. Как ни жаль, но молодость ушла. Но грустить о прошлом не надо. Жизнь и в этом хороша. И я думаю, что ветераны, которые хотят жить активно, могут себя найти. Мы их приглашаем в городской совет ветеранов. С нами вместе работать. Екатерина Дмитриевна, разрешите вас поблагодарить, что вы сегодня пришли к нам в гости, рассказали о вашей интересной судьбе и вручить вам цветы. Спасибо вам большое. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Всех благов. Редактор субтитров А.Семкин